Во Владимире вынесли приговор бывшему гендиректору автоприбора. Фрудзенский райсуд назначил Алексею Мельникову 8 лет исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Алексей Мельников признан виновным в преднамеренном банкротстве, а также в растрате. Как установили следствия и суд, Мельников, будучи руководителем ОАО «Завод автоприбор», набрал у крупного банка почти на полтора миллиарда рублей кредитов. Возвращать не захотел и создал ООО практически с тем же названием «Автоприбор». Перевел на него всю деятельность завода вместе с прибылью. В итоге старое акционерное общество оставил с многомиллионными долгами. Кроме того, Мельников заключил несколько десятков безвозмездных сделок по выводу имущества автоприбора аффилированным фирмам. Завод был доведен до банкротства. Объем уголовного дела составил 80 томов. Вину свою Мельников так и не признал. Напомним, летом 2019 года Мельникова приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. Но судебное решение обжаловали. Приговор не устроил ни защиту, ни обвинения. В итоге его отменили, дело вернули в суд. Тогда же он бравировал и говорил, что о банкротстве даже не думал, а занимался лишь модернизацией завода. Были у Мельникова и претензии к предъявленным доказательствам, а также к качеству свидетелей. Семеро из них давали показания на условиях анонимности. Именно в это время, которое следствие почему-то считает подготовкой к преднамеренному банкротству, мы создали совместное предприятие с американской компанией Вестион по производству самой современной автомобильной электроники. Именно в это время, совместно с Владимирским университетом, созданной нами на территории завода корпоративном институте, одними из первых в стране мы приступили к учению по форме прикладного бакалуриата. Огромное количество тайных свидетелей. Семь человек, как будто я, у меня фамилия Аль Капоне. Я что тут, отец Мгафии что ли? Это мы рассматриваем экономические дела. Покажите документы, спросите, если не понимаете. Пригласите эксперта, некупленного. Впрочем, Фемида доводом Алексея Мельникова не поверила и отправила его в колонию на 8 лет. Приговор в законную силу не вступил. Участников процесса есть несколько дней на его обжалование.